Братья и сестры-карапузики, всем здорова, я во всех очень рад приветствовать у себя на канале Саныч на связи. Знаете ли вы Алену и Вадима? Я тоже не знал, а потом узнал. А знаете, почему я злюсь на этот термин? Я вам сейчас объясню. РСП, разведенка с прицепом, это жена какого-то мужчины, абстрактного мужчины, да, назовем его Вадимом. Ну, а ее, допустим, Аленой. Так вот, к примеру, Вадим с Аленой жили, сделали ребеночка. Она с ним сидит, борщи дома варит, за Вадимом следит, а Вадим, не знаю, бухать начал и бить ее. И она берет, манатки свои собирает и уходит. Ни с того, ни с сего, просто она ему борщ варила, а он ее на, в челюсть. От Вадима подают на развод. Они разводятся, Вадиму по суду назначают алименты, Вадим алименты за своего ребенка не платит. Аленка стерва конченная и никому не нужная РСП. А Вадим-то на коне, он-то молодец, он-то мужик. Вадим-то получается АСП, алиментчик с прицепом. Ну, вердикт понятен. У меня вот этот интересный плавный переход. Сначала первый вопрос, а зачем она за ним следила? Увидели фразу в ее монологе? Все нормально, но она за ним следила. Зачем следила? Штирли что ли? Интересный переход, да? Как бы она за ним там все ля-ля-ля, тря-ля-ля, как бы обстирывает, борщ варит, а он тебе на сразу в челюсть, как бы, да? Такого даже в фильмах не бывает, ребята. Но это кем нужно быть, чтобы такое сделать? Это просто шизик какой-то. Это человек был здоровый, потом хопа, его повернуло, и он давай бить людей просто, и все. Почему ты не объясняешь, что было до этого? Что она аж, может быть, за ним следила? Нет, такое бывает, домашнее насилие, как бы, это не редкость. Кстати, бывает и женское домашнее насилие, когда она мужа трескает, как бы, да? Вот. Наверное, что она выносила ему мост, она доводила. То, что он дурак, это понятно, как бы, испортил себе жизнь. Но никаких предпосылок она к этому не озвучила. Значит, историю мы ее бракуем. И относиться к ней объективно тоже мы не будем. Потому что скрыла все, зараза, факты. Все.